книга открытым окон том 22 вопрос 3472 тема смерти священники многие заканчивают семинарии и даже академии и как же они утверждают что можно молиться и за неверующих которые отошли уже вечность без примирения с богом разве и учебных заведениях не преподают библию где ясно же и понятно сказано что неверующим не обещано царство небесное отвечает игнатий тихонович латкин учат не тому как исполнять волю божию а как справлять службу богослужения учат истории например нам даны заповеди нам же если мы любим бога и уже получили духовное рождение свыше наша душа будет постоянно напоминать что нужно любить бога и его святые заповеди что тут непонятно но можно поставить к этим скрижалям многие вопросы и на них задействовать многих людей и все это отнимет многие годы например найти точное место географическое где бог дал эти каменные скрижали моисею из какого камня были эти плиты гранит или мраморы и какого цвета сколько в нем было прожилок и даже изотопов разных в какой руке какую скрижаль нёс а потом а потом обо что их ударил и потом попытаться найти осколки тех скрижалей подвергнув всю местность ядерному облучению определяя время распада углерода а нам ли и кому вообще нужно это будет вот подобное творится и в семинариях в которых учат юнцов убеленные сединой профессора знающие все кроме своей обольщенной грехом души живя по стихия мира они даже не знают что человек умер в раю и ныне его воскрешать нужно не пытаться сделать христианином когда приспичит нужда молиться за усопшего умершего алексей ильич осипов посмертная жизнь души кавычки открываются на страшном суде участь многих и многих людей по молитвам церкви изменится страница 62 следующая цитата вот например поразительный случай который описывается в древнем житии святителя григория двоислового папы римского который жил в шестом веке то есть до разделения церквей он молился не за кого-либо а за императора трояна одного из жестоких гонителей христиан и в то же время лучшего по своей справедливости императора который и христиан догнал в силу своей справедливости и уверенности в необходимости исполнения закона именно его редкая для римских императоров справедливость и честность явилась для святителя григория двоислово причиной молитвы за него троян заступился однажды за бедную беззащитную вдову находившуюся в отчаянном положении и святитель григорий был настолько тронут этим его поступком что стал усиленно с подвигом молиться за него в результате ему было открыто что молитва его принято как это понять ведь троян не только не был крещен но и был гонителем христиан но что слышим и пусть никто не удивляется когда мы говорим что он троян был крещен ибо без крещения никто не узрит бога а третий вид крещения это крещение слезами чьими же слезами святого григория вот какова может быть сила молитвы соединенные с постом хотя это и редкий случай поясняет и романах серафим роуз но он дает надежду тем чьи близкие умерли в неверы кавычки закрыты страницы 66 следующая цитата чаще исповедуйся и тайн а очисти хоть немножко свою душу хоть на короткое время возьми подвиг на себя ради своего ближнего скажи себе хотя эти 40 дней постараюсь пожить по христиански постараюсь быть христианином в понуждению себя к молитве к слову божию кавычки закрыты страница 72 73 следующая цитата григорий чудотворец и григорий низкий родной брат василия великого также как исаак сирин считали что вечные муки не бесконечны конец цитаты на это что можно сказать евангелетана 3 36 верующие в сына имеет жизнь вечную они верующие в сына не увидеть жизни но гнев божий пребывает на нем 1 иоанна 2 22 кто же лжец если не тот кто отвергает что иисус есть христос это антихрист отвергающий отца и сына евреям 9 28 так и христос однажды принеся себя в жертву чтобы подъять грехи многих во второй раз явится не для очищения греха а для ожидающих его воспасения 1 тимофеев 6 3 5 кто учит иному и не следует здравым словам господа нашего иисуса христа и учению о благочестии тот горд ничего не знает но заражен страстью к состязаниям и словопрением от которых происходят зависть распри злоречия лукавые подозрения пустые споры между людьми поврежденного ума чуждыми истины которые думают будто благочестие служит для прибытка удаляйся от таких быть в послушании слугой или прислугой намного проще легче чем царям начальствует нередко очень глупый и только портит государство зря простым не каждому известен страшный зуд пробраться на вершину общей власти такой а вес салом вначале мил не груб потом сглотнет всех вилл своей кварт картовой пастью сметает всех при вожделении к цели отрава выстрелы подкопы и насилия кастрировали деток глаза не уцелели и свергнутых которых пухоня казнили власть при ней так страшен станет и гном умеющий награбить миллиарды на ощупь континенты даже днем когда на пьедесталы взгромодится карлик почти что каждый по большому счету хотел бы царствовать с ней своей гнилой ячейки и на курином месте хвастаться по медам превозносясь надо равными хоть чем-то охозе таков был в иудее царь детишек туча от бесчетных жен но вот погиб он как случалось в старь был иудеем маршалом сражен и мать ахозе гафолия змея тотчас внучат незрелых истребила ее нельзя прилюдно осмеять спасти наследников и спасти крокодила властолюбивее ленина обрящи царе дворе под стать найдется бесталанный сталин и гитлера любили царствовать призвали другой дракон его в рейстаге свалит без проигрышно царствовать над собственным грехом и силу даст к тому иисус воскресший он верный истинный и на коне верхом но наристалище за ним успеет пеший двадцать второго ой двадцать восьмого июня 2007 год игнатий лапкин